Проезжает Перегидной мост. Этот мост, в принципе, ну как, он уже старый, но для нас он был новый, когда мы были молодыми. Здесь вот в таких домах вот жили же дорожники, видишь, старые уже дома, потрепанные. И рядом, видите, вот такие вот, то есть, нищенства с каким-то богатством, так сказать, соседствуют. Вот этот дом я помню. Это помнилиция, да, или что это? Или если там в глубине? А? Это Шаринский народный суд, я его не помню. Не привлекался. А вот там дальше милиция. Там дальше еще есть почта, телеграф. Вот, вот это тоже, видите, домашний дорожник. Очень древние дома, очень древние. Посмотрите внимательно, насколько они древние. В них по-прежнему живут люди. Вот, это мы переезжаем, так сказать, в поселок Ленинский. Вот она, Россия. Вот там, вот там, вот там есть булочка, вот такая, где работала моя мама, так сказать, уже до ухода на пенсию. Она, как бы, нажимала на кнопочки, ну как диспетчер по разводке поездов, скажем так. Ну, маневры там, поезда совершали маневры, меняли вагоны и так далее и тому подобное. Вот, и вот там, вот там, вдалеке. Она вроде у тебя работала этим, как нарячий кондукторский бригад вроде. А уже потом, да. Ну, как бы, она начала вообще со стрелочника, работала стрелочником. Да, ну, работала тяжело физически. И вот там, где-то, вот здесь, вот видите, вот мост, о котором интернете говорили, пьяный мост. Вот он, отремонтированный мост. Я сюжет и видел, ребята молодцы. То есть, сами, ребят, не дожидаясь этих жирующих местных чиновников, сами построили мост за свой счет. Молодцы, ничего не скажешь. Вот, вот она вот такая вот шарик. Все, здесь уже Ленинский поселок. Там дальше будет вторая школа, школа номер два, которую я закончил. Вот, из которой, в принципе, через год, первый год я не поступил в летное училище, потому что по разорядке военкомат направил меня немножко не туда. Я не понимал, я хотел быть стремителем. Приехал, попал в Тамбовское училище по бродировке. Готовил к бродировке, я заварил специально на двойке и вернулся домой. Была попытка поступить в Краснокурское училище, в гражданское авиацию. Это, конечно, тоже не мое. И через год, а там мне сказали, парень, есть армавирское летное училище, истребительное. Ну, я, естественно, все теперь уже социально-направленное. Военкомат сказал, только туда. Ну, и в 1972 году я в это училище поступил. В 1970 году закончил. Ну, собственно, снимать-то больше нечего, поэтому пока вот благодарю водителя. Это мой друг Николай Веселов. Вместе тягали штангу когда-то, да, Коль? А? Когда-то вместе тягали штангу, помнишь? Да, да, да. Ходили за грибами, на охоту. Брали у родителей ружья, ходили на охоту. Коля молодец, он, кстати, делал свое дело скромно, с достоинством. Закончил свою карьеру машинистом. Возил сначала людей, да? Нет, людей не возил. Не возил. А, товарные и грузовые поезда. Товарные и грузовые поезда, машинист. Это очень почетно в Шарье, потому что в Шарье город железнодорожников. Ну, собственно, пока мы свой репортаж, так сказать, заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова